Строительство Ажатайской судоверфи продолжается. Реконструкция предприятия должна была завершиться в конце 2021 года, но сроки пришлось неоднократно сдвигать. Напомним, в апреле глава республики поручил решить вопросы, связанные с удорожанием строительства совместно с профильными и федеральными ведомствами. Как сейчас ведут работы на объекте, расскажет Надежда Саханская. Создание современного речного флота – вот что обеспечит грузоперевозки в Ленском бассейне, арктической зоне нашей республики и, конечно, Северному морскому пути. С этой задачей должна справиться Ажатайская судоверфь, строительство которой продолжается по сей день. По плану здесь должны не только строиться, но также ремонтироваться и утилизироваться суда. Когда все это начнется, неизвестно, как, в общем-то, и сроки завершения строительных работ на объекте. Строительство Ажатайской судоверфи стартовало еще в далеком, по нынешним меркам, 2019 году. Тогда была установлена первая свая. Как гарантировал подрядчик, все работы должны были завершиться еще в декабре 2021 года. Уже тогда объект получил федеральное финансирование в объеме около 4 миллиардов рублей. Вопрос строительства объекта по-прежнему находится на особом контроле правительства региона. Судоверфь по плану строится в два этапа. Сейчас ее готовность составляет более 60%. Сегодня есть вопросы по удорожанию объекта. Напомню, что строительство и контракт реализуются в ценах еще 2018 года. И, соответственно, есть определенное удорожание. Мы имеем подтвержденное заключение главного экспертизы. Сегодня эти вопросы ставятся перед федеральными ведомствами для того, чтобы покрыть недостающую часть строительства. Напомним, судоверфь строится в рамках государственной программы развития судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Как заверяет подрядчик, производственный комплекс должен быть введен в эксплуатацию уже в этом году. Сроки тормозят сразу несколько факторов. Один из основных – нехватка профильных специалистов. Локация делает свое дело, создает свои трудности. В центральной части, конечно, намного попроще. Со специалистами, тем более с узкими специалистами, которые нам здесь требуются. Это геодезисты, сварщики, электрики, альпинисты. Вот такими сложностями мы здесь сталкиваемся. В связи с тем, что и далеко, и природные свои вещи, то есть по климату, свое дело делают. Без особой охоты сюда люди едут в центральной России. Местные специалисты в большинстве своем заняты, потому что в регионе очень много строительства. Следует отметить, что строительство Ажатайской судоверфи – один из важных процессов модернизации экономики региона. Мастер-план Якутска включает в себя данный объект. Проектная мощность судоверфи должна обеспечивать судами потребности арктического завоза. Особенно учитывая, что сейчас средний возраст судов Ленского бассейна составляет почти 50 лет при нормативе эксплуатации в 25. Это в первую очередь новые современные суда река-море, которые будут производиться на нашей судоверфи. Мы буквально недавно испытывали слип, который нам перешел от Лорпа. Он успешно выдержал в грузоподъемности 4000 тонн. Это хороший показатель. Тем не менее, строительные работы на объекте продолжаются по сей день. Проект реновации важен как для республики, так и для развития судоходства на востоке арктической зоны России. По итогам реализации проекта Жатайская судоверфь будет способна производить порядка 10 речных и морских судов в год, что позволит закрыть потребности перевозчиков, оперирующих на северных реках Лене, Яне и Колыме, а также в акватории Северного морского пути. Надежда Саханская, Семен Семенов, Жатай.